Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга Бытие, 3 глава, 24 стих. Первая книга в Торе, первая книга в Ветхом Завете, первая книга в Библии. Изгнал Адама и поставил на востоке усаду Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Мы это считаем, но стоит только задуматься. Пламенный меч, пламенно это огненное, его так и рисует. Стоит ангел, в руке меч и от него лучи идут. Что это за огонь? Знает ли его земля? И при том он не просто держит в руках, вот как ребятишка, подойди попробуй, а сам прутом или чем-то крутит, вот так, вращающийся меч. Ничего не понятно здесь, нисколько. Какая температура? Выходит, без этого ангела, без этого меча, он мог как-то проникнуть снова в рай, к древу жизни. Тут прямо говорится, для чего это? Не просто в рай, а к древу жизни, иначе он будет бессмертный. Ян Златоуст говорит, объясняя ангелы, это есть у Ария Пагита. Какие ангелы? Вот мы не знаем, читаем Библию, знаем ангел с крыльями. Так он изображается всегда. Херувим мы как изображать? Нету. А Серафим мы как? Ну, показано, шестикрылое, как, ну, иногда рисую где-то. Но там написано, начало есть еще, запятая, силы, с большой богом, и власти. Это тоже какие-то силы, которые престола Божьей мы не знаем, и даже изобразить не знаем. Как сейчас вот незнакомому человеку покажи, китайский какой-то текст, ну, что ты, черточки и все. А здесь даже этого нельзя, не видел глаз, не слышал ухо. И вот когда начинаешь до этого доходить, ну, кто это все изъяснит? И вот когда люди неправославные, они начинают говорить, вот вы канонизируете, придумываете, кто сказал, что златоуст на небе? Кто сказал, что там такое-то? На это надо знать, как отвечать. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства, Павел пишет, к Евреям, 12 глава, 28 стих. К духам приступили. А как приступили? А впереди перечисляет. Царю небо. Как приступили? Через молитву. И к ангелам приступили, как молитва. И святой ангел, моли Бога мне. А как святым? Мы перечисляем их. Вот сто поклонной молитвы, мы все это делаем. Когда мы начинаем смотреть, Ян Златоуст говорит так. Не пропускай ни одного слова в Библии. Ни одной буквы. Небо и земля исчезнут. Ни одна буква не исчезнет. Ни йота, ни черточки. Когда мы таким благоговением проникнем, тогда мы в трудах Яна Златоуста найдем ответ. Я никогда бы до этого не додумался. Он говорит, меч вращается. Куда не допустить древу жизни? А древо жизни кто? Христос. И потом меч этот, который он вращает, ударил брибро Христа и остановился. И сразу ныне будешь со мной в раю. Это как можно так открыть? Ну разве можно самому дойти до этого? Мещ остановился пылающий. И ныне будешь со мной в раю. А в раю это древо жизни и все. Я сегодня хотел вечер посвятить рассуждению огню. У нас огонь и вода, все рядом здесь. Что важнее нам? Какая между ним дружба или вражда? А как вражда? Так. В третьей книге Ездра говорится, как море задумало отвоевать землю. А деревья решили больше захватить, вроде море как-то. И там сжег. Здесь скала и рассыпались эти договора друг против друга. Так и мы. Мы знаем, был потоп. В 1656 году от сотворения Адама. Как Библия нам говорит. Запомнить можно эту цифру. 1656 лет. И пришел потоп на землю. Ян Затонс говорит. Везде есть грани. От и до. Самая легкая смерть это утонуть. Поперкнулся. Кольку пошел, ничего нет. Ни боли не почувствовал. Самая тяжелая болезнь. Голод. Голод. Как на твоих руках умирают дети. Кричат. Да, нигде ничего нет. А это было и будут глады, моры, землетрясения. Если свое дитя, мать жарит и не дает мужу. Послед, вышедший из среды ног ее, она варит и ему не дает. Даже выобразите, она Библия говорит. Я не придумываю это. Я вот всю неделю размышлял, искал, скажу слово огонь в Библии встречается. 3424 раза. Я во всех падежах склонял, слагал и в калькулатор. Наконец вывел эту цифру. А воспламенился 25. Воспламенился, и при том говорится о Боге. И воспламенился гневом. Что значит воспламенился? Температура другая. Человек воспламенился, понятно. Он чем-то сильно недоволен, взорвиновал. Да ты позоришь мою жену или что-то. Прямо к лицу у него краской, пятнами пошло. Ну и дальше что-то сказал. Но Бог как может воспламениться, когда у Бога постоянная константа идет? Бог говорит, сойдем и посмотрим, действительно ли вопль. Что Богу надо обязательно на землю сойти, когда он все собой наполняет. Это все для нас. Что Бог ничего не делает, тщательно, не проверив. Ну, чтобы нам было понятно. Это что я говорю, тоже не то. Что о Боге написано только в Библии, это только применимо к человеку. О Боге нельзя ничего не написать, кроме безначальной, вечной, нераздельной, не слиянной во Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Сколько? Все знают три. Но это Бог един. Мы монотеисты. И когда разговариваем с мусульманами, никак нельзя доказать. Потому что плоской человек не может взять этой тайны. Это непостижимая тайна. Но я говорю об огне. Бог есть огонь поедающий. Сам Бог огонь. Вот несколько месяцев сейчас я еще раз напоминаю, что у нас стопроцентная гарантия, что мы говорим то, что говорит Бог. Потому что Библия у брата не знал, что сегодня будет автор. Он говорит, закладки я сделаю, он будет читать. Исход 3-2. Я несколько мест, но немного так. Хотя бы 17 мест открою. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Голос из куста. Как что Моисей это думал, когда тогда знаний никаких вообще не было на эту тему. Происхождение огня. Какая температура. Я коснусь этого. Но мы Солнце знаем. Тепло. А расстояние-то речь идет о сотне, там 125 миллионов километров. И сегодня подсчитали. Не знает какая там реакция, атомная какая-то. За одну секунду, сколько отрывается от него тепла. Вы дома попробуйте, ведро налейте, не 10 литров, а 5. Заморозьте. А потом дома на своих приборах, на газовках этих, растопите его. Сколько уйдет. А это за одну секунду с поверхности Солнца отрывается тепла достаточного, чтобы растопить лед толщиной в 1 километр вокруг всего земного шара. Это уже подсчитано. Я не щупал, не знаю, но приходится верить. Потому что такая температура, расстояние. Мы говорим, как? Это только излучение. Температура-то никакой нету. Только излучение. Вот если собрать какую-то угольную кучу, чтобы никакого ветра не было, и разжечь его. Хороший уголь, чтобы было. Отойди на 500 метров. С той и другой стороны никакого тепла нет. Там и все кверху ходит. Еще ветер дунет. То есть через излучение. Вот у нас что, свеча горит. А что важнее? Без огня человек может прожить не один год в Южной стране. Ну, показывают. Воюют войска Ромеля, и яички разбивают, и прямо на танке сразу яичница печеная. А без воды три дня, и человек все. Иссушается организм, тромбы забивает жилы, человеческие кровеносные сосуды, и он умирает. А чего? Умирает от этого. Воды очень много на земле. И огнем ее не выжечь никогда. Вот когда, где что-то нужно человеку, он начинает искать. Вот Господь предложил огонь и воду. Благословение и проклятие, жизнь и смерть избери. А что бы ты избрал? Воду или огонь? Сказали бы только это. Даже здесь, в Сибири, то можно как-то. Ну, не огонь, а плитку включил, что-то. Там огня-то нет, только из-за большого сопротивления провод нагревается. И все. Вдумаемся в это. И здесь говорится, куст горит, а не сгорает. И там голос какой-то. Можно понять, какие мысли приходят. А враг может что-то сделать? Многое делает. Но есть одна только вещь, которую дьявол не может сделать. Что сделал Моисей, и волхвы сделали. Есть один запасной у Бога вариант. Антихрист будет воскрешать людей, призрачный. Все будет делать, но одно не может делать. Вот запомните, чтобы грудные дети закрещали «Оссан на Вышне!» И сие, чтобы пострамить врага и мстителя. Он не может, он не властен над детьми, ибо их уже есть Царство Небесное. Число 12.9 «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел». Вот как. Значит, нужно бояться этого. Чтобы Господь не воспламенился над гневом. Ты оставил меня, говорит Господь. Я простру на Тебя руку и погублю Тебя. Я устал миловать. Иеремия 15.6 Я беру эти примеры. Есть такое место, его надо запомнить наизусть. 1 Коринфян, 10 глава, 6-11 стих. Перечисляются отрицательные герои, а там он будет положительным. И это написано для нас, достигших последних веков, дабы мы не были походливы на злое, как они были. Это примеры. А они утонули. 8 человек осталось. Вот мы увидели, как он плавает целый год и возвращается живой. Да еще и вина выпил. Значит, радость какая-то была. А на Содом, когда пролился огонь. Это вот Содом. Это сейчас такие парады и все. Заметьте, как нахально везде. Ну, это меньшинство называется. В Грузии я видел, как они. Мне мой крестник, еврей крещеный, Наум Израилевич, он говорит, мы тоже пойдем. Когда этот гей-парад они уже столбили. Какие местописания взять плакатом это. Ну, я все это сказал. И дальше я уже смотрю, как там было. Там церковные бегут, кто со сковордой, кто со стулом. Их не знают, как спрятать, куда. Кое-кое-как машину толкнули и вымели, больше нет. И патриарх выступил по этой теме. Я помню, отец Андрей Ткащев, когда был на Украине, и там начали гей-парад, он прямо говорит, это гибель страны. Видите, как Бог открывает. А сегодня эта зараза распространяется везде. Мы читаем об этом послании к римлянам, первая глава, прямо говорит. Мужчина на мужчина, делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение. Оставив естественное преступление женского. Вот как это сегодня прямо похваляется. В школах преподают. И это говорит о том, что будет огонь. Их называют садомиты, садомские. Ну а как с ними поступать? Ну взяли к римлянам вот это, что я сейчас сказал. И пастор. Ну пастор то не считается как священник. Для нас то не священник. Кажется, в Швеции. Судья возник на него и на два года. Он в Библии считает. Неважно, это наши люди, их трогать нельзя никак. Видите, как? У нас еще этого нет. И когда президенту Российской Федерации сказали об этом, я сказал, что у вас чего-то так нет. У нас и так не понимало. Просто сослался на обстановку. Я не знаю, что-то другое мог бы сказать, если бы было, как у мусульман, по 8,1 ребенку. А у русских 1,7, в среднем так, конечно. И вот мы просчитали об этом. Судей 13,20. Когда пламень стал подниматься с жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, маной и жена его пали лицом на землю. Видите, как ангел, он не знает, как... А кто он такой? Он предлагает, он похлебка написано. Он жертвенном коснулся, и никакой похлебки нигде нет. Это с горшком все испарилось. А здесь, когда стал говорить, а кто ты такой? Он тогда показал. В пламени огня. Значит, наш огонь их не опаляет. Хотя мы этого огня боимся. Ну, Содомский это с неба пролился. Ну, ничего нету. Пролился и прожег, видимо, глубоко, что на том месте, и он же не передвинулся куда-то, дно Мертвого моря оказалось. Копаются по сегодняшний день еще где. Ну, и мы знаем эту историю так. Псалом 28,7. Мы сейчас настроимся так, чтобы знать, где нам в вас вспламеняться. Как ценить огонь? Глаз Господа высекает пламень огня. Значит, в гласе Господа. И когда мы Слово Божие несем, мы делаемся, как злотовозготогнедышащими львами. Когда причащаемся тело Христово. Говорим о Господе. Я сегодня выстроил материал, когда спрашивают. У меня жизнь обыкновенная, я живу на одном месте. Где я могу о Боге сказать? Я выставил один момент, когда здесь проводили газ, и мы отказались. И что я написал им туда? Я уже выставил сегодня. Так а что? Ничего. Вы слышали эту аварию? Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. Два поезда встретились в долине в одной и взорвались. Весь вагон. Он туда летал тогда был. Я уж назову даже имя. Горбачок летал, смотрел. Вагоны поднимало, и на 50 больше метров летели вагоны. Один пепел. А почему? Прорвало где-то огромное. Там газ шел, наполнило всю долину. И вдруг одна искра от паровоза, и все взлетело. И они в этот момент именно встретились. И два поезда сразу исчезли. Пост как будто никогда не было. Огонь это страшная сила. И вода все время с ним борется. Где пожар, едут водовозки. Вода. Вода для нас важнее. Мы Бога будем благодарить за то и другое. А внутри себя будем знать. Кто жаждет Господь, говорит, иди ко мне и пей. У того и щебо потекут, реки воды живой. Это слово Божие проповедь. И здесь говорится об огне. Когда слово Божие, как огнедышащий вулкан, попаляет все впереди. Мне неоднократно в жизни приходилось. Вот приезжает директор с сыновьями. Мы сидим, я один по терябке, у костра, ночь. Я говорю, ну вот мы все-таки приехали, а земля-то нам принадлежит. Я говорю, земля принадлежит Господу. И все, что на нем. Как сказали? Я повторил. Я не знаю, что у него. Как замкнуло, будто бы посидел. Так, ну я поехал домой. То есть есть какая-то такая сила, которая нам неизвестна. Ну, Христос сам Бог. Но когда разговаривал с дьяволом, он ни разу не сказал, три, искушение было, сам от себя, но сказал, написано. Дьявол знает, что написано, но в словах, в речи Христа, это как-то зазвучало так, что он понимает, дальше идти некуда. Он ни разу не возразил дьяволу. Почему? Видимо, это все напоминает, от кого он отпал, где он находится, в кого превратился. Я долго этой темой занимался, и ответа нигде нет, но смысл понятен. И когда кто-то читает Слово Божие, пусть и ретики какие-то, ходят там свидетели сторожой башни, если только наш перевод, никогда не противоречьте. Что-то дальше доказывает, это можно, но прямо читает по синодальному переводу, если можно, с ним и шапку. Прославь Бога. Пламень огненный на устах человека в этот момент. Псалом 56, 5. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Острый меч и пламень в устах. Без божников, да, почему? Страшные слова, какие они говорят, пересыпая речь совершенно непотребными, нецензурными словами. Мы его не видим, а он в пламень вырывается. Это было открыто не одному человеку. Когда считаешь житие святых, неоднократно он отталкивается на это. Он видит, а люди этого не видят. Хоронят человека. Ну, Андрея Еродиевого, считаем, Макария Александрийского, причащаясь причастием, а он видит в это время, по храму носятся эпиопы, демоны, и в рот толкает уголь, а причастие незримо ангельской рукой возвращается. 19 января житие его. Другое. Все скорбят. Вот умер такой-то прозорливый, старец, вот вчера только похраны его были. Я не к нему говорю, но чтобы понятно было. И говорят, за столетие один раз такой рождается. А он только зашел и увидел, дьявол трезубцем вынимает из него душу. Священники идут и поют со святыми у покой, а демоны сыплют пепел и злобонную жижу на него. И говорят, будьте вы проклятые христиане, человека по винному всякому греху вы толкаете в рай. Житья святых. Это не случайно. Поэтому надо воздерживаться, когда не знаешь человека. Ну, когда он добро делал и прочее. Я не хожу хоронить неверующих, но однажды, один раз только был. Тот, кто помог нам в этой бывшей мэр города, Владимир. Я сходил, тут как прощались с ним, я молюсь на него. Разузнал везде, что он верующий, был крещен, и поминаю его. Потому что могло ничего не быть, все бы закрыто, еще раз было. Исайя 33,14. Чувство благодарности. И ректор, которому мы вели 18 лет занятия, АГТУ, тоже Владимир, тоже поминаю его. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? На огне Божьей пламени. И мы должны понимать это. Мы сейчас несколько мест в Писании, еще посмотрим. Так, Исайя 50,10. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа, и да утверждается в Боге своем? Без Бога нет света. Из Екейля 8,2. Мы сейчас увидим, как люди жаждут воды, воду. Вот говорим гиенна. А гиенна это свалка. Недалеко от Иерусалима, там все время огонь, дымится. Ну, свалки такие около городов. И по их нам она звучит гиенна, то есть вечно возобновляющаяся. Гиенна огненная. Так, языки 8,2. И увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и очресл его и ниже огонь, и очресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. Это видит ангельские силы, там хирургимы, что и везде огонь очистительный. И даже когда что-то где-то осквернилось, огнем ощущается, огнем и молитвой. Лука 16,24. Это нам уже совсем близко, но он заметен. И Возапив сказал, отче Аврааме, умелосердились надо мной, и пошли Лазаре, чтобы омочил конец перста свой в воде, и прохладил язык мой, ибо я мочаюсь в пламени сем. Неугасающий огонь гиенский. И палец, ну на пальце, что ты унесешь? Да через пропасть уже все забыто. Поэтому ценить надо научиться то, что у нас есть. Вода, да, далековато, три раза дальше нам колонку сделали. Ну, можно сказать, она все-таки есть, а когда ничего нету. И показано, кораблекрушение где-то было, вылезли, а нигде ничего нет. И весь, все сколько было, все до одного погибли люди. А как избавиться? Там показано, как избавиться, что и показывает человек, который дошел. Выжить во что бы то ни стало. Ну, это спецотряды в Англии. Считаем. Второе Петра, 3,12. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которые воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Как это разгоревшиеся стихии? Я посчитал в другом переводе, не по-русски, там сейчас я не могу сказать, на каком языке. И первоначальные кирпичики Вселенной разрушатся. То есть это речь идет об атомах, очевидно. И стихии эти разрушатся. Это будет День Господень. И написано, сгорит земля, и все на ней. Вот что мы видим? Все сгорит. Ни наших книг не будет, ни наших вещей, которые любим, ни домов. Все. Земля только обновится от этой скверны. А что за скверна? Люди. Земля развратилась. Почему потоп был? Иоанн Златоуст говорит, землей названы люди, которые погрязли во всяком грехе. А это не о нас ли это говорится? И каждый раз надо, чтобы больше понять, как бы не попасть в эту категорию людей. И проходит еще 721 год. Но это не так и много. Люди настолько развратились снова, что решили вопреки Бога делать. Он говорит, расстеляйтесь, наполняйте землю, а не башню построить, чтобы издалека было видно, вернуться назад надо было. 721 год прошел, и снова та же история. А сколько у нас в России было этих случаев? Каким огнем только не прожаривал Господь? Это даже сказать невозможно. А как поступать? Ни от чего нельзя избавиться, что Бог назначил. Только пост, молитва и не бояться. Всему надлежит быть. Если Господь позволит, этой теме я завтра больше времени уделю. Я очень прошу, ничего не бойтесь. Сегодня вот прямо выступают один за другим архиереи, священники, архимандриты. Ну все, прямо в храме выступают. Я себе скажу, что теперь даже убрать нельзя. Он говорит, люди настолько запуганы сегодня. Сами себя не знают. Некоторые руки на себя накладывают. Оборони Бог. С нами Господь и все. Никого не бойтесь. Ничего где в мире совершается. Война, да. Там будет. Там на Китай показывают. Бог знает. Написано, сему надлежит быть. Мы не можем воевать против того, чтобы Господь назначил. Я образно говорю, режиссура с неба. И теперь исполнение до самого конца будет. Второзаконие 6.15. Вот слово жертвенник употребляется в Библии 408 раз. И жертва это каждый раз разжигали огонь. Это все опять же к огню относится. Второзаконие 6.15. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Мы не говорим это в молитве, а это же молитва. Надо помнить об этом, чтобы не воспламенился гнев Божий. Для этого у нас молитву. Прости, Господи, помилуй. И слезами можно залить этот пламень, который никакой водой нельзя потушить. Определенно. Исайя 29.6. Господь целовал посетить тебе громом и землетрясением и сильным глазом, бурю и вихрем и пламенем все пожирающего огня. Видите, какие перечисляются. А ведь это все было. До нас-то были люди. И вот, чтобы это понять, мысленно представить, я среди них. А как? А вот как? Считаем. Даниила 3.24. И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. 24 стих. И 47, и 50. И поднимался пламень от печи у нас 49 локтей. 49 пополам раздели пополам. Это даже пополам метра. 49. Это же 24,5 метра. Это пламень поднимается. Я никогда не... Я видел пламя. Работал пожарником на международных перевалочных базах нефти. Там страшно, как и все это делается. И пламя можно так вырвать. Так это сегодня. Бензин налили. А там-то чего? Обыкновенный хворо скинули. И убило тех, которые бросали. А что от тех останется? Ничего. Когда вышли, запаха даже не было. 50 стих и 51. И выбросил пламень огня из печи. И сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. И огонь нисколько не прикоснулся к ним. И не повредил им. И не смутил их. Тогда сие трое как бы одними устами воспели печи и благословили и прославили Бога. Большая песня дальше будет. Люди считают это сказкой. При такой температуре. Так поднималось пламя. Даже волосинка ни одна не сгорела. А ангел подошел. Ну как пламя можно выбросить? А как перевести? Больше никак нельзя было. Я понимаю, как трудно было переводчикам такие слова подобрать, чтобы они соответствовали действительности и понятно. Но все равно непонятно. Ну, выбросить воду, это еще понятно. Но пламя как выбросить? Я вам говорю сегодня об огне. Нам Бог дает огонь. Мы в Сибири живем. Но, и сколько случается. Вот рядом сосед. Сжег сразу и соседа, и себя. Я видел большие пожары. Это ужасно смотреть на это. И сколько сообщают, когда где-то дети были, там сгорело сколько больше сотни. Люди где горят. И как потушить это? Надо молиться. Во время поста куда не следует не ходить. А это, я смотрю, какое время. Великий пост был. Священник совершает венчание. В Италии, из Украины. Вон там, видимо, русская церковь. Сидят, ну и выпили, видимо. Сынишка вышел там, пять лет ему и показал. Он в алтаре помогает. Отцом вышел. А он упал в водоем и уже мертвый. И как там полиция расследовала. И как он вернулся. Мы вместе переживали. Мы молились об этом. Ну, где-то что-то есть. Великий пост. Нет свадьбы. Даже на масляной неделе уже нет. Я закон эти не устанавливал. Но это закон такой. Даже вот на этой неделе, накануне среды, воскресенья, пятницы, но даже муж с женой законные не должны быть. Но это уже высшая шкала, как говорится. Итак, какой огонь горит у нас? Светим ли мы в этом мире? Евангельский свет Духа Святого как? А тут говорится как. Если оно в нас, оно будет гореть. Иеремия говорит, я пытался не говорить, но внутри меня как разлитый огонь в костях моих. Я удерживался и не мог. Вот это крещение Духом Святым только дает. А не так, что время идет, никому не сказал, день, два, три, неделя. Ты пустой, засовшая смоковница. Ни одного человека ниоткуда не подходит. Я могу просто моим Господом похвалиться. Каждый день приходят новые люди, которые с нами. Мы давно смотрим там в интернет. И мы опять обратились. Были у вакцистов, вернулись там. Я столько радостных известий получаю. Ничего человеческого моего там нет. Это Бог делает. Да они не со мной встречались. Не встречались, а на наши ресурсы зашли. Итак, и спросим у Бога. Пламенный огонь благовестия, радости в Боге. И чтобы вода святая истекала из нас в проповеди. Богу слава за все вовеки. Аминь.